Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланиям апостола Павла. И сегодня мы приступаем к изучению второго послания к фессалоникийцам, первоверховного апостола Павла. И будем читать первую главу этого послания. Второе послание к фессалоникийцам, как свидетельствуют экзегеты, было написано апостолом Павлом вскоре после первого. Возможно, оно было написано в том же 54-м году в Коринфе. Авторство принадлежит апостолу Павлу. Возможно, соавторами его выступали Сила и Тимофей, соработники апостола Павла. Таким образом, данное послание является третьим каноническим писанием апостола Павла, вслед за посланием к Галатам и первым посланием к фессалоникийцам. Таким образом, Павел писал сначала к Галатам, потом первое к фессалоникийцам, потом второе и потом другие послания. Если говорить о первой главе, к обзору которой мы сегодня приступаем, что мы здесь имеем? Введение, первый и второй стих, апостол начинает это послание с того, что дает высокую оценку фессалоникийцам. С третьего по четвертый стих. Затем он утешает их в переносимых ими скорбях и гонениях. Это с пятого по десятый. И говорит о том, как он молится за них Богу. Это одиннадцатый и двенадцатый стих. Итак, читаем введение. Первый и второй стих. Павел и Силуан и Тимофей Фессалоникийской церкви в Боге Отце Нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца Нашего и Господа Иисуса Христа. Введение, в общем-то, очень напоминает то, как начинается первое послание к фессалоникийцам. Поэтому, возможно, что вот эти два послания он написал действительно в соавторстве с Силуаном, который иначе называется Сила, и с Тимофеем. Далее апостол начинает это послание, точнее продолжает, дает высокую оценку фессалоникийцам. Третий и четвертый стих. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами, так, что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». То есть, настоящая похвала христианам совершается тогда, когда они все переносят с терпением и в каждом случае проявляют свои вероубеждения, веру. Как и сказано у апостола Павла в одном случае, «Все, что вы не делаете делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа». Иными словами, мы не хвалим христиан за то, что они там какой-то очень красивый собор построили, собрали деньги и так далее, и так далее. Нет. Христианин, прежде всего, должен обустраивать самого себя как храм Духа Святаго, о чем мы читали в пятой главе первого послания к фессалоникийцам апостола Павла. С этого начинается созидание видимых храмов, когда мы сами меняемся, становимся одушевленными храмами, и нам надо где-то собираться, поэтому мы радуемся, когда храмы строятся и растут. Но это не должно быть за счет отсутствия духовного роста у самих прихожан этих храмов. Это было бы чем-то кощунственным. И Павел здесь пишет четвертый стих «Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих». Он не пишет в храмах Божьих, потому что у христиан вообще не было храмов до третьего-четвертого века. Они собирались в формате домашних церквей, поэтому церкви Божьи это собрание верующих. «Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих». Само слово «церковь», «экклесия» означает «собрание». «Терпением вашим хвалимся и верою во всех гонениях и скорбях переносимых вами». То есть христианин достойно одобрения, если он не теряя веру, с терпением переносит все то, что Господь ему посылает. Я очень переживаю за тех христиан, которые живут в других странах. Да, это христиане разных конфессий, среди них не только православные, но и римокатолики, протестанты разных направлений. Но если они сохраняют верность Слову Божию и за это терпят, когда они называют грех грехом, беззаконие беззаконие и неприязнь сгущается вокруг этих людей, общество, которое отреклось от Христа, как бы пытается выдавить их из себя. Пусть Бог не оставляет их, пусть он их поддерживает. Далее Павел утешает фессалоникийских в переносимых ими скорбях и гонениях. Это с 5 по 10 стих. 5 стих в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете. То есть страдание это не просто так. Это приближает нас к занавесу всей мировой истории. Она начинается с малого стада истории Церкви, и она закончится малым стадом, потому что немногие смогут перенести тот прессинг, те гонения, которые будут в последние времена. Сам пророк Даниил пишет, «Наступят времена тяжкие, каких не было с тех пор, как существуют люди». Вот настолько будет тяжело во дне Антихриста. Итак, здесь апостол пишет, «Чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете». То есть наши страдания, они имеют целью наше вхождение в Царство Божие, потому что употребляющий усилие может войти в Царствие Божие. Все евангельские притчи Иисуса Христа, за редкими исключениями, это притчи о Царстве Божием. Тема теократии присутствует во всех этих притчах. Если мы попытаемся выразить смысл теократических притч Христа, то он говорит в этих притчах о том, что ради Царствия Божия мы должны все почитать за ссоры, за мусор, отказаться от всего. Помните притчу? Человек нашел на поле драгоценность, и он идет и все продает, чтобы купить это поле. И любая из притч Христа, за редкими исключениями, они провозглашают принцип теократии, то есть власти Бога, который однажды сокрушит все несовершенные человеческие формы правления. И в Евангелии от Матфея, 6 глава, 33 стих, мы находим такие слова Христа. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Это все, это все остальное, в чем нуждается человек. То есть нам надо выстроить правильную иерархию ценностей на первом месте Царствия Божия и правда Его, и слава Его, потому что правду найти справедливость в этом мире практически невозможно. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Итак, причина их страданий заключается не в том, что их гонители сильнее их, но в том, что этим именно путем они должны войти в Царствие. Многими, говорит, скорбями, надлежит нам войти в Царствие Божие». Здесь идет отсылка книги «Деяния святых апостолов», 14 глава, 22 стих и конец цитаты Златоуста. «Нету, оказывается, другого пути, и только претерпевший до конца спасется, как говорит Христос, на Илеонской горе, наставляя своих учеников». И далее мы читаем 6 стиха и ниже, «Ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам оскорбляемым отрадую вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отомщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благоествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет, прославится во святых Своих и явится дивным в день Он во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Здесь с 6 по 10 стих апостол Павел настаивает на том, что последнее слово сохраняется за Богом. За Богом всегда последнее слово. И если в этой земной жизни мы постоянно сталкиваемся с какой-то несправедливостью, с каким-то непониманием или хотя бы недопониманием того, почему мы христиане, то там все будет расставлено по своим местам. Во втором послании Петра 3 глава 10 по 13 стих объясняется, почему гнев Господа будет пылающим, как мы только что прочитали. Петр пишет, «Придет же день Господень как тать, то есть как вор, ночью, то есть когда никто не ждал, и тогда небеса шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают, впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Действительно, правда доступна для нас только в формате Царствия Божия. Любая человеческая система управления, она глубоко несовершенна, как в псалмах Давида сказано, «Не надейтеся на князя, на сынов человеческих, в них нету спасения», а у пророка Исаии сказано, «Перестаньте вы надеяться на человека, дыхание которого в ноздрях его». Сегодня жив, а завтра его нет. и для нас христиан очень правильно в каждой ситуации выстраивает правильную иерархию ценностей, например, какие-то события, эпидемия, какие-то военные конфликты или в мире природы какие-то катаклизмы, наводнения, землетрясения. Очень важно именно в период каких-то бедствий продолжать выстраивать теократически правильную иерархию ценностей, что для нас на первом месте, что на втором, на третьем, четвертом и пятом и так далее. Далее 11-12 стих Павел говорит о том, как он молится за них Богу. «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Апостол Павел молится и сейчас, когда мы открываем книгу Иоанна Богослова «Апокалипсис», там говорится о том, что из поджертвенника Божия выпияли мученики, которые были умершвлены за веру Иисуса Христа, доколи Господи не мстишь за нас. Но не надо думать, что святые на небесах это такие мстительные существа, которые только об этом думают. Конечно, нет. В Евангелиях мы видим притчу о богаче и Лазаре. И там богач, который находится в аду, он помнит о своих братьях и он молится за них, хлопочет перед Авраамом, чтобы они не попали в такое же место. Конечно, апостол Павел продолжает молиться за всю церковь, так же, как и Петр и сон других святых. И вот с этой точки зрения давайте опять послушаем его слова. Для сего и молимся всегда за вас. Теперь они уже не отягощены телом, им не надо спать, их души не нуждаются во сне, они как ангелы. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа вас и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Что мы можем сказать на эту молитву, которая совершается святыми апостолами всегда. Аминь. Это правильно. Итак, сегодня мы сделали обзор первой главы второго послания к фессалоникийцам первоверховного апостола Павла. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя в это сложное и тяжелое время. Также мы нуждаемся в ваших молитвах. Мы это священнослужители и миряне, которые трудятся на библейском портале Экзегет. 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 Продолжение следует...